МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Спас боевых товарищей ценой собственной жизни. Глава государства Владимир Путин присвоил звание Героя России Нурмагомеду Гаджимагомеду. В бою он уверенно командовал своими бойцами. Как настоящий командир берег подчиненных. Уже получив тяжелое ранение, сражался до последнего. И подорвал гранаты окружевших его боевиков и себя. Он пошел на такой шаг, потому что понимал. Понимал, с кем имеет дело. С неонацистами, которые издеваются над пленными, и зверски их убивают. Уфас уполномочен заявить, как антимонопольное ведомство контролирует цены и все ли в их власти, расскажем в итогах недели. Вот если сейчас вот в таком же режиме начинают поднимать цены, то ничего хорошего мать этого не увидит. Денег нет, но выстерегитесь. Собаки нападают на детей средь бела дня, а городские службы сетуют на недостаток финансирования и слабую работу комитета по ветеринарии. Уникальная коллекция раритетных изданий. Какие тайны хранят секретные сейфы Национальной библиотеки? Об этом смотрите в специальном репортаже наших корреспондентов. Я вам покажу сейчас сейфовую часть фонда. Она у нас закрывается, как вы видите, на замочек, где имеется печать. И доступ к сейфу тоже ограничен даже среди сотрудников. Смотрите. Здравствуйте. Это программа «Итоги» на канале ННК. Меня зовут Магомед Магомедов. О наиболее заметных событиях минувшей недели расскажем прямо сейчас. На неделе глава Дагестана Сергей Меликов навестил семью Нурмагомеда Гаджимагомедова, офицера российской армии, трагически погибшего в Донбассе. Руководитель республики лично выразил соболезнования родным и близким погибшего. Напомним, что во время проведения спецоперации Нурмагомед ценой собственной жизни спас личный состав воинского подразделения. Мужество и храбрость Нурмагомед перенял у отца полковника полиции Энгельса Гаджимагомедова, по словам которого сын поступил как настоящий офицер. Он погиб за родину. Буквально несколько дней после отъезда в командировку у Нурмагомеда родилась дочь, увидеть которую ему было суждено только на фотографии. Глава региона заверил семью Гаджимагомедовых, что не оставит их наедине с этим горем и окажет всю необходимую помощь. То, что сегодня Нурмагомед ушел от нас, это не значит, что мы его потеряли, он всегда с нами будет, потому что люди, совершающие подвиги, защищающие свою родину, они никогда не оставляют нас. Наверное, он какие-то вещи передал нам, мужчинам, поэтому я хочу вам сказать, что вы никогда не останетесь без внимания. Вечная ему память, а как офицеру, вечная слава нашему герою. Подвигу Нурмагомеда на федеральном уровне была дана самая высокая оценка. Владимир Путин наградил нашего земляка званием Героя России посмертно. В бою он уверенно командовал своими бойцами. Как настоящий командир берег подчиненных, уже получив тяжелое ранение, сражался до последнего и подорвал гранаты окруживших его боевиков и себя. Он пошел на такой шаг, потому что понимал, понимал, с кем имеет дело, с неонацистами, которые издеваются над пленными и зверски их убивают. Я русский человек, и, как говорится, у меня в роду кругом Ивана Демария. Но когда я вижу примеры такого героизма, как подвиг молодого парня Нурмагомеда Гаджи Магомедова, уроженца Дагестана, лакца по национальности, других наших воинов, мне хочется сказать, я лакец, я дагестанец, я чеченец, ингуш, русский, татарин, еврей, мордвин, осетин. Всех из более чем трехсот национальных групп, этнических групп России просто невозможно перечислить. Думаю, вы меня понимаете. Но я горжусь тем, что я часть этого мира, часть могучего, сильного, многонационального народа России. Послание Федеральному собранию Владимир Путин поручил обеспечить до 2023 года в газифицированных населенных пунктах без привлечения средств населения подводку газа до границ негазифицированных домовладений. Работа в этом направлении в республике продолжается. На сегодняшний день уже подано свыше 1700 заявок и заключено более сотни договоров. Однако темпы газификации домовладений дагестанцев, по мнению Меликова, пока оставляют желать лучшего. И это вовсе не критика со стороны руководителя республики. Наоборот, Сергей Алимович предлагает, не перекладывая ответственность друг на друга, постараться совместно выработать соответствующие решения, тем самым своевременно и качественно исполнить поручения президента страны. Какие решения были приняты участниками заседания Межведовственной рабочей группы по топливно-энергетическому комплексу Дагестана в материале Асель Манаповой? Главный вопрос – реализация поручения президента страны проектов газоснабжения и программ повышения надежности электросетевого комплекса региона. Глава Дагестана в очередной раз напомнил республиканскому правительству и руководителям органов власти о необходимости своевременного и качественного исполнения поручений президента страны. Один из районов не газифицированных в Дагестане. Ни в одном субъекте такого нет. Это я говорю про те районы, которые не газифицированы. А те, которые псевдогазифицированы, там тоже нет газа. И перекладывание ответственности с одного блока на другой, с исполнительного на законодательный или с правоохранительного на контрольный – этого нельзя делать. Надо вырабатывать решение. Вот площадка. Давайте обсуждать и вырабатывать решение. Не друг другу претензии предъявлять, а вырабатывать решение для того, чтобы выполнить поручения президента. Глава республики отметил, что наводится порядок в вопросах бездоговорного потребления энергоресурсов. Установили экономически обоснованный тариф на услуги по транспортировке газа. Разбирается и с многолетними тяжбами относительно аренды сетей. Вы помните заявление, которое сделала ПАО «Газпром» в конце 2020 года? О том, что давайте мы, раз себя Дагестан так ведет безобразно, в том числе по непокрытию задолженности, пусть Дагестан сам себя газом обеспечивает. Мы ему будем газ подавать, а дальше пусть Дагестан что хочет, то и делает. И нам удалось развернуть эту позицию на 180 градусов, я повторяю. И сегодня руководством страны поддержано решение о передаче 100% имущества в «Газпром» для последующей его эксплуатации. И, соответственно, есть надежда о том, что мы наведем порядок. Подписаны соответствующие документы, согласительные. В 2020 году в «Газпроме» утверждена программа развития газоснабжения и газификации республики на период 2021-2025 годов с общим объемом финансирования чуть больше 13 миллиардов рублей. В рамках документа запланировано строительство 914 километров межпоселковых газопроводов, что позволит и обеспечит возможность газоснабжения более 40 тысяч домовладений. В то же время продолжается работа и по догазификации на теленных пунктах региона. Уже подано 1720 заявок. Заключено 112 договоров на подключение. 8 декабря прошлого года мы заключили договор аренды в отношении 605 объектов газораспределения 4629 километров. Большая работа проведена правительством Республики Дагестан по оформлению земельных и имущественных отношений по этому комплексу. Мы договорились с вами в размере арендной платы определенным был на основании отчета об оценке выполненного по заказу Министерства имущественных отношений Республики. Помимо этого Республике будет работать также программа направленная на повышение надежности электросетевого комплекса. По словам генерального директора Power of City Северный Кавказ Романа Левченко на это потратит 35 миллиардов рублей. Что касается текущих мероприятий и уже собственно говоря подготовки к следующему осенне-зимним периоду по мероприятиям первого-второго приоритета программы повышения надежности требующих из отлагательного исполнения заключены договоры на сумму 1 миллиард 205 миллионов рублей на проведение работ под ключ включая проектно-изыскательские работы по остальным мероприятиям заключены договоры на проектно-изыскательские работы и они уже выполняются плановый срок окончания выполнения проектно-изыскательских работ это второй квартал Россети разработали также комплекс мероприятий, направленных на повышение эффективности функционирования электросетевого комплекса Махачкалы. На эти цели планируется выделить более 4 миллиардов рублей. Асель Монополда Удгасанов, новости ННТ Махачкала. Дагестанская УФАС подвела основные итоги работы за 2021 год. На встрече с представителями республиканских СМИ Каир Бабаев рассказал об основных показателях и достижениях возглавляемого им ведомства. Особое внимание участники совещания уделили росту цен на жизненно необходимые продукты питания. По словам Бабаева, на горячую линию дагестанского УФАС поступает огромное количество звонков по поводу высоких цен на все виды товаров. Однако, как заверил чиновник, ситуация находится под контролем региональной антимонопольной службы, которая ведет постоянный мониторинг указанной сферы. Вчера был на приеме в главе. Оперативный штаб создан по республике Дагестан. В этот штаб включен и я, как руководитель управления по федеральной антимонопольной службе по республике Дагестан. И здесь мы будем эту информацию доводить. И в той мере, в какой мы обязаны повлиять на ситуацию, мы будем влиять на все это. Вместе с тем, антимонопольщикам подвластно не все. Так, по словам Каира Бабаева, рост цен в коммерческом секторе носит зачастую экономически необоснованный характер. Однако, влиять на эти процессы УФАС, к сожалению, никак не может. Коммерческий сектор при всей его свободе, да, в рыночную экономику, но вот в этой ситуации необоснованно поднимать цены, это только усугублять ситуацию для себя и для всех. Потому что я не зря упоминаю ситуацию по 90-м годам. Да, обогатились на какой-то процент, на какой-то момент все, кто владели товаром. Но потом ситуация ухудшилась для всех. Вот если сейчас вот в таком же режиме начинают поднимать цены, ничего хорошего мы от этого не увидим. Поэтому все, что привязано с инфляцией, все, что привязано с политическими процессами, она тоже имеет свою экономическую логику. И без этой привязки, без этой логики поднимать цены, ну, я думаю, с этим как раз и пока что задача наша остается монетарировать все это. Но по всем случаям, когда увеличение необоснованное цены будет от монополистов, это случай примогу действий антимонопольных органов. На неделе в Махачкале на базе Дагестанского государственного университета народного хозяйства состоялась региональная конференция, посвященная вопросам комплексного развития территории Республики Дагестан. Помимо пленарного заседания в программу мероприятия вошли круглые столы и тематические секции, в ходе которых участники обсудили приоритетные направления развития строительной отрасли, проблем ЖКХ, а также реализацию инвестиционных программ. Открыл конференцию глава Дагестана Сергей Меликов. Подробности в сюжете Карима Даниева. Социально-экономическая стагнация, промышленный застой и проблемы ЖКХ мешают Дагестану нормально развиваться, считает Сергей Меликов. Найти выход из сложившейся ситуации республика пытается давно и тщетно. При этом регион, по мнению главы, имеет достаточный потенциал для того, чтобы решить эти вопросы. А почему сегодня Дагестан по многим направлениям социально-экономического развития, как сегодня можно говорить, находится в простой зоне? Что стало причиной отставания Дагестана в ряде областей отраслей? Потому что если мы говорим даже о наиболее перспективном для нас агропромышленном секторе, мы все равно находимся гораздо ниже того потенциала, который сегодня можно устроить. Цель конференции в первую очередь устранение проблем, которые препятствуют согласованному и комплексному развитию региона. Начать решили с проблемной и в то же время перспективной отрасли республики – строительной. Начинаем мы именно со строительной сферы. А почему со строительной сферы? Почему со строительной отрасли? Мы сегодня можем выстраивать систему образования без строительства или капитального ремонта объекта? Нет. Систему здравоохранения? Нет. Спорт мы можем развивать без строя? Нет. Промышленность? Нет. Наверное, это нужно все менять. Наверное, это все нужно переиначивать. Это же от вас все зависит. От тех, кто в этом зале присутствуют, да, это в этом зале присутствуют. Представители практически всех министерств. Представители народного собрания. Главный муниципальных образований. Ученые. Мы, наверное, таким коллективом можем что-то изменить, если захотим. Минстрой Дагестана предложил на конференции тематические секции. На них представителям муниципалитетов предстоит освоить большой объем информации, которая касается нововведений в строительной отрасли. У нас есть нормативные акты, которые регулируют данную отрасль, как и любую иную отрасль, на республиканском уровне. Есть нормативные акты, которые регулируют данную отрасль на муниципальном уровне. И для того, чтобы эта отрасль действительно работала, нам нужно, соответственно, те изменения, которые внесены на уровень федеральном, также вниз пускать на свой уровень, на республиканский уровень, на региональный уровень, на муниципальный уровень. Мы хотели бы с вами обсудить, каким образом это сделать, подсказать, где-то помочь. Мы готовы консультировать в дальнейшем. Со строительным хаосом пора заканчивать, считает глава Дагестана Сергей Меликов. Комплексное развитие территории означает соблюдение всех норм и правил цивилизованного подхода к делу. Подобного рода мероприятия призваны максимально помочь в этом. Карим Даниев, Магомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. Проблема бездомных животных в очередной раз встала на повестке дня. На этот раз нападению со стороны бродячей собаки подвергся школьник из Махачкалы. Ребенка буквально успели выхватить из лап озверевшего животного. Как видно на видео, распространившимся в социальных сетях, ребенок сам подошел к собаке и наклонился погладить. В этот момент животное резко встало и вцепилось в лицо 8-летнего мальчика. На помощь подоспели прохожие, которые доставили ребенка в ближайшее медицинское учреждение, где ему была оказана помощь. Для решения указанной проблемы, по словам представителей старичной администрации, нет достаточных средств. Средняя стоимость отлова, стерилизации и 10-дневного содержания и вакцинации от бешенства составляет 7287 рублей. При этом средства от комитета по ветеринарии были перечислены 11 февраля. 15 февраля объявлен конкурс на проведение мероприятий по стерживанию роста популяции стерилизации и вакцинации безнадзорных животных. Органам местного самоправления, согласно 37 закону Республики Дагестан, переданы государственные полномочия Республики Дагестан по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных, обитающих на территории соответствующих муниципалитетов. На реализацию этих полномочий средства предусмотрены только частично, только на стерилизацию и кастрацию. Полномочия по другим видам обращения с животными без хозяев не финансируются. Как быть с агрессивными больными, в том числе имеющими признаки бешенства с животными? На эти вопросы от Комитета по ветеринарии Республики Дагестан мы не получили ответа. С аналогичными проблемами сталкиваются не только махачкалинцы, они актуальны и для других муниципалитетов Республики. Но выработанного системного механизма решения данного вопроса Комитет по ветеринарии пока не озвучивает. Дагестанских осужденных трудоустроят на родине. Первый участок, функционирующий в режиме исправительного центра, открылся в Кизилюрте. Теперь мужчины, совершившие преступления небольшой или средней тяжести, смогут работать на предприятиях любой формы собственности и проживать в общежитии, пользуясь правами обычных граждан. Осмотреть корпус, который станет альтернативой лишению свободы, выехала представительная делегация из официальных лиц и наша съемочная группа. Отремонтированный одноэтажный корпус с санитарными помещениями, комнатами отдыха, мебелью и бытовой техникой сюда смогут заехать 50 человек, приговоренных к принудительным работам. Такой вид наказания был введен в Уголовный кодекс еще в 2011 году, однако в Дагестане подобный центр появился впервые. Сотрудники УФСИН отмечают, что пребывание в исправительном центре считается мягкой мерой наказания. Осужденные могут жить почти как обычные граждане. В данном учреждении будут содержаться осужденные к принудительным видам работ, которые будут в количестве 50 человек. Срок отбывания наказания, которых по решению суда может составлять от двух месяцев до пяти лет. Ранее, пока данный участок не был создан, осужденные к данной категории отправлялись в другие субъекты Российской Федерации. Все люди будут трудоустроены, что повлечет за собой погашение исковых обязательств, которые по решению суда будут, скажем так, им предписаны. По словам начальника центра, исходя из выносимых приговоров на принудительные работы, ежемесячно могут поступать до 20 человек. Для контроля за осужденными оборудована дежурная часть, кабинеты сотрудников и технический комплекс. Это основное будет осужденные, которые освободили с колонии по смягчению наказания, так называемая статья 80. Они за примерное поведение там дали им такую возможность смягчить им наказание и получается тот срок, который у них остался, они уже отбывают его в исправительном центре. Утром они, как и все люди, будут уходить к 9 часам, ну примерно в 8 часов ушли, вечером после рабочего дня к 6-7 вернулись. И все ночное и вечернее время находятся уже в помещении. И они по сути такие же люди в обществе, но немножко ограничения у них есть, что они не могут уже в ночное время и другое после работы по городу гулять. Более 900 осужденных теперь будут ближе к семьям и смогут приносить пользу республике. Министр по национальной политике и делам религии Энрик Муслимов не мог не отметить положительные факторы открытия такого центра именно в Дагестане. В прошлом году было выделено соответствующее решение судов в отношении 927 человек, которые подпадали под эту категорию. В связи с тем, что такого исправительного центра на территории республики не было, они были направлены в другие регионы Российской Федерации. Для чего это нужно для республики? Для того, чтобы, во-первых, те, кто будет отбывать здесь наказание, у них будет возможность встречаться с своими семьями, то есть социальной составляющей. Во-вторых, здесь, там, где нужны будут рабочие места, там, где рабочие руки имеются в виду, то есть они могут спокойно идти, отбыть это наказание в виде принудительных работ. То есть мы даем возможность тем заводам, фабрикам или индивидуальным производителям привлекать этот труд. И, ну, другое, тоже не менее важное, на каждый исправительный центр выделяется соответствующий штат из федерального центра. Это на такой участок, это получается где-то 8 человек. Это офицеры, которые будут приняты из числа дагестанцев и будут получать зарплату и снижать свои семьи. Буквально до конца года в разных районах республики появится еще как минимум 3 таких исправительных участков. Всего будут трудоустроены более 400 человек. Ларьяна Шимхалаева, Магомед Магомедов, Новости ННТ, Кизелюртовский район. В республиканской клинической больнице имени Вишневского начала работу интегрированные мультифункциональные операционные, оснащенные по последнему слову техники. Медоборудование умной операционной с технологией 4К позволяет рассмотреть мельчайшие изменения в органах и тканях, за счет чего достигается исключительная визуализация. Это позволяет проводить манипуляции на органах с ювелирной точностью. В процессе оперативного вмешательства хирург располагает все информации о больном, в том числе данными проведенных исследований МРТ, МСКТ, УЗИ, которые можно вывести на мониторы. В случае необходимости есть возможность сделать снимки во время операции. Подобные возможности умной операционной позволяют существенно сократить продолжительность самой операции. Следовательно, пациент меньше подвергается действию наркоза и тем самым быстрее идет на поправку. Еще один немаловажный момент – такая интегрированная операционная имеет важное практическое значение, так как дает возможность проводить обучающие видеоконсультации и видеоконференции, что будет очень полезно для хирургов, желающих повысить свои профессиональные навыки. Эта операционная оснащена всем необходимым оборудованием лапароскопическим и это оборудование позволяет малоинвазивно, мало травматично, без больших разрезов, выполнять очень сложное оперативное вмешательство. На самом деле оперативное вмешательство любой степени сложности на органах грудной клетки, на органах брюшной полости и при заболевании по профилю гинекологии. В Национальной библиотеке Республики есть уникальный книжный фонд, которому в этом году исполняется 30 лет. Главная героиня следующего сюжета – книга. Что с ней происходит по дороге на полку библиотеки, особенно если ей не одна сотня лет? Самые редкие экземпляры хранятся в хранилище, куда посторонним ход строго воспрещен, но для нашей съемочной группы сделали исключение. Раритетное издание изучала Малика Курбанова. Ей слово. В Национальной библиотеке есть особый отдел – отдел редких книг. Фонд насчитывает более 8 тысяч экземпляров. Здесь каждая книга уникальна по-своему и каждая из них является памятником культурного наследия. Здесь собрана литература практически по всем областям знаний, на языках народов мира и даже на хинди. Есть и такие книги, появление которых логически трудно объяснить. Разве кто-нибудь мог предположить, что книга с печатью царственной особы или книга, подаренная Дому Романовых по случаю рождения наследника, каким-то образом окажутся в Дагестане? Сегодня мы раскроем несколько библиотечных тайн. Это сердце нашего отдела, книгохранилище отдела редких книг. Я вам покажу сейчас сейфовую часть фонда. Она у нас закрывается, как вы видите, на замочек, где имеется печать. И доступ к сейфу тоже ограничен даже среди сотрудников. Раз мы говорим с вами о сейфовой части, я вам покажу просто один экземпляр, который открывает хронологические рамки нашего фонда. Это издание на иностранном языке. Это Пьер Корнель, в сопроводительной бумажке я уберу. Это 1722 год. То есть именно вот этим годом мы открываем наши фонды. Посмотрите на саму книгу, на само издание. Это многотомное издание. Значимость изданию придают внешний вид и качество бумаги, шрифт и оформление переплета. Делают книгу шедевром и иллюстрацией, представляющие художественную ценность. Самые уникальные экземпляры составляют особо важный фонд отдела. Эти книги выпущены еще при жизни автора. Мы не ограничиваемся только старинными книгами. Любая книга может относиться к категории редких, если у нее есть определенные свои специфические особенности. Хотелось бы показать вот это вот издание. Это у нас многотомник, вилан, собрание сочинений. В данном случае это том 43, книга издана в Лейпциге. 1822 год, а шрифт здесь готический. В прошлом году был юбилей Карамзина. Мы не можем пройти мимо отца истории. Это история государства российского, его нетленный труд, на написание которого он потратил чуть ли не всю свою жизнь. Это, как вы понимаете, оригинал 1824 год. Издана в Санкт-Петербурге, в данном случае том 11. Помимо всего прочего, эта книга, почему является ценностью для библиофилов и ценителей редкости, это прижизненное издание, то есть книга вышла и увидела свет еще при жизни самого автора. Редкой книга становится по разным причинам. Малый тираж, год издания, принадлежность известному человеку. Все, что выпущено в свет до 1830 года, можно считать уникальным наследием. Еще один критерий ценности издания – так называемый экслибрис знаменитости. Собственноручные пометки, рисунки на полях, дарственные надписи. Такая книга неповторима. Библиотека графа Левашова, экслибрис, книжный знак. Библиотека Новомихайловского дворца. И экслибрис личный великого князя Михаила Николаевича. Книга называется «Новгородские писовые книги. 1859 год». Ну, у нас только один экземпляр – том первый. И переписана оброчная книга «Деревской пятины» около 1495 года. Она оформлена, во-первых, необычным способом – кожаный переплет. К сожалению, он, конечно, со временем пострадал, но, тем не менее, сохранился отличный золотой обрез. Обратите внимание, книга старая, но обрез вот сохранился. И вот этот книжный знак, о котором мы говорим, экслибрис, он делает книгу намного ценнее, чем стоимость самой книги. Нам как бы возвращали около, ну, как я поняла, во многие библиотеки в районе тысячи книг возвращали, да, вот с зарубежных библиотек на немецком, английском и французском языках. Есть там на испанском, но это единичные экземпляры, на итальянском. Но, что интересно, в этих книгах часто встречаются печати известных людей нашей старой России. То есть, это что означает? Эти книги не только из зарубежных библиотек. Они попали к нам, по всей видимости, во время войны, Капказской войны. Здесь главное не содержание книги, а выцветшие печати, вензеля, наклейки, штампы. Это ключ к изучению времени ее издания. Уникальная коллекция национальной библиотеки в этом плане представляет большие возможности. Это были итоги недели на ННТ. Увидимся на следующих выходных.